Ну что, друзья, привет! Сегодня мы будем снова добывать золото И отличительной особенностью этого видосика станет то, что мы наконец-то будем пытаться что-то здесь автоматизировать Мне надоело крафтить, мне надоело копать Поэтому будем сейчас выяснять, что можно сделать, чтобы все это дело, чтобы вот эти всякие копания, эти норы мы как-то могли поставить на поток Ну, давайте для начала я поставлю, наверное, куплю кровать, чтобы скипать ночи, это гораздо удобнее Поэтому сейчас я пойду и затарюсь немножечко этим делом Так, кроватка стоит недорого, 45 монеток И, ну, наверное, я еще один, может быть, даже потом 2 или 3 нужно будет таких ящиков купить Ну, пока что недорого, мне обходится, я между сериями чуть-чуть пофармил С самого дна фармится очень даже неплохо, практически 150-200 единиц можно заработать с трех ведер Ну, в общем, давайте я сейчас буду пытаться все это дело расставлять на своей базе Так, я поставил несколько блоков, теперь мне нужно их закрепить Для этого я возьму молоточек, который занимается чисто стройкой Так, и нужно зафиксировать будут сейчас все эти ящики, чтобы они больше не выделялись и я случайно их не схватил Так, вроде бы все, да, отлично Так, молоточек далеко убирать я не буду, полежит тут молоточек И кроватку я поставлю вот на эти самые блоки Теперь у меня вот все, все здесь, все свое Вот она как-то так странно немножко встала, но я думаю, сойдет Так, который из них строительный, вот этот Так, что, не получается Почему-то у меня кровать Не получается кровать зафиксить почему-то Ну ладно Вот так, достаточно просто можно Просто мышку нажать и меня перекинуло, видимо, на следующее утро Окей, все, я понял, как это работает Слава богу, голода и жажды здесь никакой нету Поэтому можно пропускать ночью совершенно без проблем Итак, давайте посмотрим вообще, что мы можем делать Для начала, я думаю, что нам стоит посмотреть вообще, что у нас продается из механики Механика, мы будем за счет вот этих труб пускать воду по ним из речки И за счет давления воды, потока воды, будем приводить в движение различные механизмы Которые будут делать что-то автоматически Здесь вот есть всякие вентили, тройники, поворотники, прямые и самообходная труба Вроде бы они все не так дорого стоят, ну, приемлемо Но проблема здесь в другом Давайте сейчас мы отправимся с вами в небольшое путешествие На вот этой вот большой, огроменной машинке Сейчас я сделаю разворот и мы поедем немножечко разведываем территорию Заодно я вам покажу, что же там вдали находится Скажу честно, машинка, когда разгоняется, она приобретает приличную скорость И это значительно ускоряет перемещение по территориям Нежели если бы я это делал пешком Так, здесь главное не свалиться на этом мосту Значит, смотрите, вот здесь есть такой вот зимний город Но нам нужно вот в тот, в прибрежный Здесь какая-то фигня на самом деле Здесь ничего интересного нету Один, по-моему, магазинчик, который занимается покупкой мечей и всякого там барахла Всяких, всяких, всяких крафтовых шмоток, которые мы можем создавать Но мы едем чуть-чуть дальше На прибрежный город Вот такой Шапочка большая висит, видите, цилиндр Это означает, что здесь магазин лакшери построек И объектов Здесь можно покупать объекты, из которых, видите, лакшери Столы всякие Всякие виды трона Чего только тут нету вообще Все это можно покупать и строить Так, здесь есть склад хлама Видимо, сюда можно сдавать и продавать нужные вещи, я так думаю И вот то, ради чего мы сюда приехали Это вот магазинчик, в котором все находится, самое важное оборудование Итак, давайте смотреть и разбираться Ну, во-первых, сразу нужно обратить внимание, что здесь есть всякие фасовщики, конвейеры Все эти штуки, видите, внутри имеют трубы Это означает, что в движение, активацию можно привести только с помощью воды Так, печь у нас уже есть Тут какой-то мышечек с инструментами Трубы мы уже видели Видите, кстати говоря, здесь добавились баллон с давлением Положите энергетический осколок У меня, кстати, есть один Чтобы увеличить давление И то, ради чего вообще я снимаю это видео Итак, смотрите, что тут есть Здесь есть не очень дорогая дрель Сверлит верхний слой Уровень почвы работает быстрее, если давление высокое Давление воды Короче, эта штука высверливает почву И, по всей видимости, через вот эту выручку Отсюда будут вываливаться куски почвы Значит, нам еще и воронку нужно будет купить Чтобы как-то это все вместе соединять Чуть позже я обязательно куплю дрель-дыряв Которая позволяет гораздо глубже Копать, добывать благодаря дрели Дробитель тоже вроде бы недорогой Ну, теперь недорогой, да, когда у меня уже там почти 1600 монет Теперь он кажется мне не таким дорогим Вообще, конечно, изначально, когда подходишь К таким ценникам, немножко в шок впадаешь Потому что 600 монет, и это только дробитель Без каких-либо труб, без чего-либо еще Перерабатывает кусочки земли в ресурсы Еще, кстати говоря, я вот нашел здесь вот такой конвейер за 300 Измельчает кусочки земли Пока не знаю, нужно это или не нужно Но, наверное, мне все-таки понадобятся вот эти основные две штуки Как это все пока что будет работать Я точно не могу сказать По всей видимости, вот из этого окошка Нужно будет поднимать по конвейерам наверх И вот в дробитель, чтобы они падали И отсюда будут вываливаться уже готовые ресурсы Значит, мне понадобится такой вертикальный Ни хрена себе, почти 300 монет Вертикальный конвейер потребуется И обычный конвейер еще потребуется Е-мое, сколько здесь всего нужно будет Блин, ну я ничего не могу поделать Мне это все нужно будет И давайте я, наверное, прямо сейчас Быстренько смотаюсь обратно в свой город За монетками, привезу их на машинке И буду уже здесь все покупать И для вас это будет буквально за мгновение Так, я вернулся С собой у меня 1700 монеток Я их тащу, конечно же, сразу сюда Так, кладу на кассу эти монетки Сейчас я буду все это дело покупать Итак, давайте начнем с базовых каких-то вещей Дрель нужна определенно Смотрим, сколько 400 монет мне отходится Первоначальная дрель Забираю Я не буду, наверное, здесь Так, поместилось, да, как-то Поместилось вообще? Адекватно поместилось? Ну, вроде нормально Наверное, трубы я не буду здесь покупать Я их там куплю, уже на месте Они ведь там точно такие же И цена, я смотрю, тоже точно такая же Баллон с давлением дороговатый И я явно пока что не могу себе его позволить Хотя мне он обязательно В последствии понадобится Так, дальше Мне понадобится, наверное, Воронка Дробитель по-любому нужен Из земли делать ресурсы Ну, 100% нужен Ну, как бы Давайте врать 600 монет Блин, денежка тает Тает на глазах Прямо Так, купил я, значит Дробитель и дрель Воронка за 100 Блин, не уверен пока что Что она мне нужна Очень хочется, конечно Но Мне понадобятся и другие Более важные вещи Значит, вываливаться Все это дело должно Ну, по идее Ну, по идее, блин Воронку оно должно вываливаться Воронку и впоследствии на конвейер Так, давайте я возьму Один конвейер Блин, они такие дорогие Еще один вертикальный Ну, да, давайте возьмем вертикальный Он тоже нужен Сколько это стоит? Будет 500 У меня 700 Не очень много Мне еще нужно будет трубы купить Нужно будет не забыть про это Ну, по идее, я, наверное, укладываюсь Да, наверное, укладываюсь Хотелось бы купить еще один Вот такой или один еще вертикальный Потому что денег явно не хватает Но пробку бы все равно надо Воронку я все-таки куплю Ну, блин, потому что надо Все, я затарился Вещами Скорее всего Мне их не хватит Но я, по крайней мере Смогу Поставить их И вообще Как-то понять Что мне нужно Куда это ставить И так далее Ну, то есть Отталкиваться от чего-то же нужно Поэтому все базовые вещи Которые Обязательно Обязательно порядка Должны быть Я купил Да, и денежку нужно тоже забрать Она мне там явно пригодится Угруженная машина Полная хлама какого-то Какого-то оборудования Везу Везу покорять Просторы Наконец-то Я смогу Скоро автоматизировать Весь этот Беребанный процесс Так, я приехал На место На свое И давайте Буду сейчас Потихонечку Сейчас все разгружать Я просто Раскидаю Эти вещи Вынув из машины Чтобы вообще понимать Что у меня доехало Что в целости Что в сохранности Так, ну Самые дорогие вещи Я вижу Доехали Нормально Все вроде в порядке Монетки тоже вроде бы Не потерялись Отлично Сейчас я здесь буду докупать Кубы для установки Фундамента Для того, чтобы все Это как-то разместить И Будем уже Скорее всего Мне понадобится Немножечко еще Пофармить вручную Поскольку на 100 монеток Я явно Систему труб Нормальную Не сделаю Я чуть-чуть подкопил У меня уже 400 монеток Это примерно было Три ходки По три Тазика И теперь мне нужно Купить несколько труб И попробовать Запустить Все это дело Производство Во-первых Мне понадобится Входная труба 36 монет Беру По любасу Мне понадобится Несколько Прямых труб Парочку возьму Ну, скорее всего Я еще вернусь Сюда За ними Так Вентиль Ну, наверное Да Да Нужна будет Труба С вентилем Вот так Вот сколько это уже 100 монет Ну, вроде Как бы нормально Но, скорее всего Мне еще поворот Еще какие-нибудь понадобятся Будем смотреть Уже по обстоятельствам И мне еще кубы Конечно понадобятся Но пока что Я не буду На этот счет Запариваться Давайте просто Я сейчас Куплю И попробую Поставить Какую-то Систему подачи воды Из реки К буру Так Ну, давайте Разбираться Допустим Я вот Сюда Ставлю Так Нужно выбрать Направление Трубы Вот так вот Допустим Как-то так Меня Усправит Вообще Как здесь дела Постоят Вроде Вроде нормально Так Близко Вот так вот И вот она Сразу начинает качать С таким дурацким звуком Окей Давайте Теперь немножко Удлиним ее У меня для этого Есть специальные Прямые трубы Которые я только что купил Так Ну, я купил Две угловые трубы Немножечко уже Видите Я прямую Достроил Я возьму сейчас Сам бур И давайте-ка Я попробую его Поставить На На саму землю Где это вообще будет Где это будет находиться Вот здесь можно В принципе довольно близко Поставить его Так Разворачиваем Входной трубой Так Вот сюда я могу поставить Как игра Поделяет Где можно Где нельзя Хотелось бы По прямой С вот этой трубой Да, давайте Вот так и поставлю Отлично Мне теперь нужно Пустить вот сюда Трубу Для этого как раз Я купил Вот эти поворотники Угловые трубы Так 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 Очень похожая система На Вот так На систему строительства Стационера Очень похожая Поэтому Знакома мне Прямо До боли знакома Так О, я уже приноровился Смотрите-ка Уже Крафт не составляет Не крафт, а строительство Подобных труб Уже не составляет Какая проблема Итак Вода что пошла Нет Или нужно Включить еще А, наверное Нужно включить Но давление По идее Уже там есть А, еще тройник Здесь есть А, наверное Еще может быть Труба перекрыта Окей Давайте я теперь Все это дело Зафиксирую Хотя Честно скажу Хочется как-то Не знаю Как-то Предугадать Что сейчас Начнет здесь Происходить Вот так И вот тут Все Сюда В кучку Будут Сваливаться Правда Даже там Будет не ресурс Там будут По идее Куски земли Ладно Допустим Это будет Вот как-то Так Происходить Мне понадобится Здесь еще Конвейер По Любасу Давайте я тогда Наверное Сюда поставлю Конвейер Вот так Ага Походу Проблема Так Интересно А, не сквозная Труба Не сквозная Угу Еще стрелочка Есть Какую сторону Оно будет Крутить Так Ну очевидно Что мне понадобится Видимо куда-то Вбок Это все дело Выстраивать Во Во Вот так Вот туда Будет Это все дело Ехать Потом По идее Оно должно Будет попасть На Подъемный Конвейер Вот так И потом Что-то должно Произойти Что-то невероятное Допустим Оно попадает Все Вот в этот Дробитель Который Вообще Непонятно Как нам Поставить Тоже Понадобится Блин Везде Трубы Заканчиваются Вот я Обратил Внимание Видите Трубы Как-то В тупики Превращаются Даже Не в тупик А вода Наверх Прошла Вот как То есть Нам понадобится Блин А как Я даже Не знаю Как здесь Пустить Так Трубу Это Хорошо Чтобы было Я же Не могу Поставить Дробитель Вот таким Образом Иначе Просто Туда Ничего Не попадет Короче Пока Что Это Требует Изучения Как мне Это Сделать Правильней Ну Скорее Всего Нужно Просто Вот так Сюда Развернуть И Подключить Воду Вот сюда И Подключить Воду К Вот этому Конвейеру По идее Вот как-то Так И По идее Это Должно Работать Но Мне кажется Работать Это Адекватно Не будет Поэтому Я особо Не надеюсь Так Давайте Я тогда сюда поставлю Крайник Блин У меня здесь Даже не тэшка Нужна Мне здесь Нужен Просто Перекрестье Чтобы Запитать Все эти Трубы Возможно Мне стоит Повороты Сделать Чуть Чуть Раньше Вот здесь Наконец Я Собрал Ту конструкцию Которая По идее Должна Работать Как я Это Планировал Итак Посмотрите Одна труба Ведет Во первых Саму Дрель Потом Вот в этот Дробитель И еще Одно Ответвление Идет Вот сюда На Конвейер То есть Отсюда Будут Вываливаться Ресурсы Едут Они По конвейеру Наверх И дальше Сваливаются В этот Добыватель Ресурсов Из земли Отсюда Это все Вываливается Куда-то Сюда Я По крайней мере Так Все это Запланировал Сейчас Я это Дело Зафиксирую И Попробуем Запустить Посмотрим Что получится Итак Наступил День Наконец И мы Готовы Попробовать Все это Дело В полную силу Ну давайте Открываем Так Открываем Так Пошла вода Кальвир Заработал Что это За звук Оно Добывает Что-нибудь Интересное Или нет А Так Здесь нам Оказывается Что вода В итоге Куда-то Выходит Вот Выливается Ладно Значит Нам нужно Наверное Так А я Не зафиксировал Блин Я не зафиксировал Еще Так От мэна Странно Что-то Я не зафиксировал Что-ли Вот эти Постройки Да Точно Вот эту И Что А Вот эту Давайте Проверим Да Вроде Все в порядке Попытка номер два Запускаем Теперь нам нужно Включить ее Да Вот этот Рубильник Нажать О Вывалился Кусочек земли И он Что-то он Не особо Да Падает Как-то Так Едет Кусочек земли Он Протолкнул Тот кусочек земли Они попали В переработчик Переработчик Я еще не включил Где кнопка Где кнопка О Ни хрена себе Сколько золота Вылетело А Здесь походу И не нужно Нет 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 Никакой кнопки Она сама Как-то перерабатывает Вон Золото Я уже вижу Слушайте Ну На автоматику Вроде поставила Ведь один камушек Другой Подталкивает Они попадают В измельчитель И все это дело Прям выбивает С огромной скоростью По-моему Так не должно быть Если честно говоря Вот много золота Здесь застряло Нам нужно сделать Воронку Похоже Где-то чуть ниже О господи Ни хрена себе Прям стреляет Так что Аж страшно становится Но я уже радуюсь Что все эти ресурсы Я могу добывать Достаточно Уже в автоматическом режиме Только представьте Я могу ничего не делать И оно уже само Будет добываться Это просто охрененно На самом деле Это прекрасно Слушайте Это просто замечательно Окей Давайте тогда Мы поставим Сейчас все это дело На паузу И Попробуем сделать Вот эту воронку Чуть-чуть Можно пониже Хотя мне это Все не очень нравится Это не так должно быть В идеале Это должно по-другому быть Ресурсы должны как-то Не знаю Стопаться За счет блока Попадать Вот в эту штукенцию И ехать на конвейер Короче Надо разбираться Как это сделать получше Пока что Мне это непонятно Будем сейчас Решать этот момент Вот немножко Я здесь добыл Уже ресов Смотрите Они все здесь валяются Здесь валяются Ага Куча ресурсов У меня есть Я могу Может быть Какой-нибудь Купить Магнит Я помню Что в том Дальнем городе Был специальный предмет Который называется Магнит Чтобы замагнитить Все ресурсы И поодиночке Их не тыкать Может быть Это использовать И по-прежнему Поставить все как есть Так Что будет Если я положу Прямо сюда Тазик Интересно Получится или не получится Давайте проверять Куда будет Выстреливать Выстреливаться Будут все ресурсы Кусочек земли У меня забагался Вот поехал Ух ты Ни хрена себе Ресурсы разлетаются Сейчас опять будут Выстрелы Я чувствую Из ресурсов Да Не очень Конечно Они хорошо Тут будет В итоге Будет огромный Свинарник Хотя Я уже Дико радуюсь Потому что Ресы у меня Все таки В автоматическом Решиме Собираются Все же Заниматься Поберушничеством Вот таким Это как то Не очень прикольно По моему И это означает Только одно Нам нужно Усовершенствовать Эту систему Приемки Готового Золота И железа Так чтобы Нам не приходилось Вот так вот Собирать Весь этот Хлам Который в результате Здесь остается Но слушайте Автоматика Запущена В любом случае И Мне теперь Даже не нужно Особо париться Чтобы просто Собирать Ресурсы И Делать на этом Деньги Давайте попробуем Часть Территории Куда выбрасываются Ресурсы А вы видите Что ресурсы У меня теперь Просто разбросаны Я не знаю Как горов Просто рассыпаны Я хочу поставить Несколько блоков Которые будут Блокировать Пролетание Ресурсов Вот такие Деревяхи А где-то По пути Поставить Наверное Воронку Которая будет В итоге Под собой Собирать Все Ресы Ну Это все Достаточно Такой Рабочий Вариант Не знаю Насколько Это будет Эффективно В любом случае Я сделаю Наверное Это уже Ближе К следующему Видео Попробую Уже Что-то подобное Отладить Ну А на этом Я думаю Нам все-таки Стоит Закончить Эту серию Машина Работает Она Классная И Сэкономит Мне кучу Времени И теперь Будем заниматься Уже Только Ею Улучшать Усовершенствовать И посмотрим Что из этого Получится Всем спасибо За просмотр Пока Пока Пока